Мы пишем видео, потому что мы живем в классном 2015 году. Информация имеет магические свойства. Если мы возьмем информацию, скопируем ее, ни у кого не стало меньше, у всех стало больше. И очень многие люди смотрят нас на видео и не ходят сюда. Что ж, Егор сейчас вам расскажет про большие страшные пуски, там я в воздухе. Скажи, пожалуйста, кто мне поможет с проектом Саши? О, там был проект. Спасибо. Итак, мы перейдем от микрокосмоса, который нас погрузил в предыдущий докладчик, к макрокосмосу, к обычному космосу. Мы с вами посмотрим, что такое шахта на астероидах, почему это в современном мире стало актуальным вопросом, и почему сейчас уже сотни людей и сотни бизнесменов вкладывают в это деньги, свои ресурсы, мыслительные и другие. Итак, шахты на астероидах. На самом деле, сам вопрос шахты на астероидах поднялся достаточно давно. Но в последнее время Питер Диамантис обратил внимание, что если мы вложим 5 миллиардов долларов, мы можем получить 5 триллионов долларов в течение 10 лет. Однако есть риск. С вероятностью 40% мы не получим ничего. Это останавливает многих бизнесменов от таких вложений. Но все-таки исследования длятся, исследования действуют и идут вперед. Мы видим белые пятна на этой стене. Они похожи немножко на астероид на карте, если перевести все в негатив. Я надеюсь, что скоро шахты на астероидах появятся на нашем экране. И мы углубимся в саму тему. Меня зовут Егор Иштван. Я занимаюсь физикой, электроникой, бета-техникой. Сегодня я занимаюсь астероидами. Конкретно это лекция. Меня эта тема заинтересовала на одном из занятий с детишками, когда мы готовили научно-популярный лагерь. Итак, 15 минут, шахта на астероидах, Егор Иштван. Прошу следующий слайд. Итак, немножко о суть. К сожалению, не видно немножко желтый цвет. Немножко разогреется проект, я думаю, будет лучше. Итак, структура нашего доклада следующая. Сначала бизнес-модель. Выгодное предложение, интересное предложение. Как сказал Петер Дерамантис, современное космическое исследование в значительной степени будет подвязано на бизнес, на выгоду от проектов. Идея ее воплощения. В основе этой деятельности, шахты на астероиды, раскрытие полезных скопаемых извне Земли, лежит идея. Мы обсудим, откуда эта идея взялась. Астероид, как узнать состав? Астероиды далеко, мы здесь. Как узнать состав? Мы обсудим этот момент. Где астероиды? Понятно, что можно лететь на Сатурн, но это далеко, это долго, дорого. Возможно, есть что-то в другие варианты. Современные проекты, которые уже сейчас, сегодня реализуются. И экономика через 10 лет. Какой она будет? Пока непонятно, обсудим. Следующий, пожалуйста. Итак, бизнес. 5 миллиардов, 5 триллионов. 5 лет. Риск 40%. Интересно. Продолжение. Прошу следующий. Идея. На самом деле, этот доклад можно начинать с 1927 года, когда один летчик пересек Атлантический океан. Он летел из Нью-Йорка в Париж. За это он получил 25 тысяч долларов. И много титулов там, почетного легиона и прочего, прочего, прочего. Почему так произошло? Этот летчик занимался военной авиацией. И очень много летал. У него более 7 тысяч часов налета. Один бизнесмен решил, что нужно стимулировать авиацию, поскольку авиация перспективна, и можно перевозить и грузы, и людей достаточно быстро. Это интересно. И он подумал, как стимулировать авиацию. К сожалению, над его мыслительными процессами, познакомиться с его мыслительными процессами, нет возможности. Но мы видим результат. А результат заключается в том, что авиация действительно шагнула значительно вперед. До того, как этот летчик пересек Атлантику, погибло больше 15 летчиков и, естественно, экипажей. Он летел, представляете, лететь без компаса, без современных навигационных приборов. Ну, это достаточно тяжелая задача. И эта идея, книга с описанием этого события попала к Питеру Диамантису в 1996 году. Это Питер Диамантис подумал, что в мире есть множество интересных проектов. Это генетические лаборатории, различные исследования ведутся по лечению рака, по генетическим модификациям в организме, допустим, выращивание частей тела для транспортации и прочее. Это интересные исследования, которые сейчас актуальны. Питер Диамантис решил вкладывать в это деньги. Тем группам ученых и исследователей, которые чего-то достигали, определенных критериев, им выплачивалась достаточно солидная сумма. Однако Питер Диамантис не ограничивался генетикой. Он брал все интересные проекты. Одним из таких интересных проектов стала космическая индустрия. Прошу следующий слайд. Мы сегодня поговорим с вами об астероидах. Объект нашего изучения, вот это вот тело, которое летит в космическом пространстве, несется с гигантской скоростью. Из чего он состоит? Как понять, из чего состоит астероид? Он далеко, мы его пощупать не можем, с киркой подойти отколоть не можем, но мы можем посмотреть на отраженный свет от него. И можем посмотреть, современные ученые обладают хорошим инструментарием, хорошим, и могут посмотреть на каждой частоте. То есть, можно в видимом цвете разделить, допустим, красный, фиолетовый, зеленый и другие цвета. А можно выйти за пределы видимого цвета в инфракрасную область или в ультрафиолетовую область. И, соответственно, вот так набрать полностью интенсивности света на каждой частоте. И по характерным линиям, вот каждый металл, каждый элемент, он имеет свою характерную линию, спектр. И, соответственно, мы можем примерно сказать о составе того или иного небесного тела. Это сейчас ключевые моменты в исследовании. Мы чуть позже поговорим, что на этом не останавливаемся. Для того, чтобы нам непосредственно добывать полезные ископаемые, нужно какие-то более достоверные знания. Представьте, мы посмотрели, что вроде бы этот астероид подходит. Привезли, затратили 5 миллиардов долларов, привезли этот астероид. Оказалось, что с той стороны, на которую мы смотрели, у него там платиновый камушек величиной, там, не знаю, массой 2 килограмма, а все остальное каменная голубя. Потратили зря деньги, да? Чтобы такого не произошло, есть калибровка. Мы об этом поговорим чуть позже. Следующий, пожалуйста, слайд. Итак, из чего состоят наши астероиды? Наши астероиды состоят из воды, которую можно использовать как? Вода состоит из чего? H2O, да? Водород, кислород. Разложили водород, кислород, получился водород, водородное топливо, которое можно использовать в ракетах в строении. Кислород, который можно использовать для чего? Для окисления различных продуктов, для дыхания космонавтов в космосе и прочее. Как можно разлагать? Где брать энергию? Солнечные батареи вперед. То есть накопили энергию, дали разряд, разложили гидролиз, сделали воды и что-то получили. Дальше. Есть металлы в астероиды входят. Следует заметить, что, и мы на это обратим внимание, что астероиды бывают с разным содержанием разных элементов. Есть чисто водяные, назовем их так. Есть чисто, ну водяные, понятно, что я имею в виду, это лед летит с пылью. А есть металлические, есть другие. Ну, где может применяться металлы? Ну, мы все с вами знаем, что это электроника, платиновый металл, платиновая группа. Всякие там автомобили, телевизоры и тому подобное. А солнечные батареи тоже, в солнечных батареях используются дорогие достаточно составляющие элементы. Следующий, пожалуйста, слайд. А как вы думаете, стоит ли лететь на Сатурн для того, чтобы захватить астероид? Каждый год к Земле подлетает вот такое количество астероидов на разное расстояние. Если мы, зная, что этот астероид подлетит к нам в 2100 году, мы составим программу и в 2015 году запустим космический корабль для его захвата, нам не нужно будет тратить топливо и время на то, чтобы подлетать к астероиду, который находится очень далеко, мы подлетим к тому, который находится очень близко от Земли. Вот это расстояние от Земли. Вот здесь Земля находится, вот по вертикальной шкале, вот здесь Земля, по вертикальной шкале находится расстояние, показанное до астероидов. То есть лететь на Сатурн не нужно, нужно подождать, и вовремя схватить нужно нам астероид. Следующий, пожалуйста. Итак, представим, мы узнали, что есть астероид, спутники там нам доложили, мы полетели за астероидом, схватили астероид вон там вот, оттранспортировали его сюда, видите, довезли его на лунную орбиту, запустили его на лунной орбите, и тут уже такие маленькие кораблики стартуют, что-то там делают с ним, забирают то, что нам нужно, и летят назад. Ну, это одна из моделей. Почему на Луну, во-первых, первый вопрос, почему на Луну? Мы пока точно не умеем управлять астероидом. Предположим, мы его выводим на земную орбиту, что-то пошло не так, упс, Нью-Йорка нету, жалко. А упс, там земная ось немножко сместилась в новый ледниковый период, не хотелось бы. Поэтому мы экспериментируем на Луне. Ну, упал, ну, немножко кратер образовался, ничего страшного. А если не упал, то хорошо. А вот для того, чтобы спустить астероид на Землю, с орбиты Земли, нам нужно потратить столько же денег, сколько нам нужно на то, чтобы доставить его на орбиту. То есть, представляете, насколько это дорого. Поэтому, есть идеи, вот в прошлом году на МКСе был пробиран 3D-принтер, который из порошка печатает металлические всякие детали. К чему это идет? Это идет к тому, что мы доставили на орбиту этот астероид. Там сделали роботизированный заводик, который делает нам, допустим, каракас для солнечной батареи. Мы его не изготавливаем на Земле, потом снова доставляя на орбиту. Нет, мы его сразу изготавливаем на орбите. А сложную уже электронику, та, что требует больших ресурсов, мы уже изготавливаем на Земле. То есть, тем самым мы экономим в два раза топлива, то есть в два раза денег. Там, допустим, на том же продукте мы сэкономили 10 миллиардов долларов. Ну, хорошая прибыль, ну, то есть на таком. Вот основной критерий. Еще одна из компаний, сейчас существует две, мы остановимся на них подробнее. Считает, что нужно на орбите делать запас топлива. Для того, чтобы вывести один килограмм чего-то на орбиту, нужно потратить, в зависимости от того, каким способом мы доставляем, либо 50, либо 100 килограмм топлива. Вы представляете, для того, чтобы вынести, сделать запас на орбите одного килограмма топлива, нужно 100 килограмм сжечь. Конечно же, выгоднее сделать топливо здесь уже на орбите из астероидов. Набрать его, там провести гидролиз и прочее. То есть, это выгоднее. Поэтому одним из перспективных моментов является создание базы топливных баков на орбите, которые мы можем использовать для дозаправки и для дальнейшего. Следующий, пожалуйста, слайд. Итак, Planetary Researches – это, по сути, компания Питера Диамантиса. Компания Питера Диамантиса, идея для создания которой стала то самое путешествие на самолете из Нью-Йорка в Париж, а точнее премия, выдвинутая этому летчику. Что еще хочу сказать. Мы знаем с вами, помним тот момент, когда первый человек был доставлен на орбиту, а именно частной компанией доставлен на орбиту. Это произошло в 2004 году. Это была сенсация, это было нечто умопромрачительное. Однако мало кто помнит, что в 1994 году, в 1996 точнее году, была выдвинута премия Питером Диамантисом и его командой за той частной компанией, которая впервые доставит человека на орбиту. То есть, когда команда исследователей, разработчиков доставила человека на орбиту частным способом, то есть, не государственной структурой, они получили достаточно большие деньги. Для сравнения, сейчас существует от Planetary Researches тоже такой гранд-приз, над которым работает около 17 команд международных по первому луноходу, который будет доставлен на Луну частной командой. Там есть дополнительные критерии по обнаружению воды на Луне и различных других требований выдвинутых. Итак, Firefly. О чем идет речь? Речь идет о том, что в этом году будет направлен первый космический корабль для того, чтобы взять образец с интересующегося нас астероида. Тут не указано на этой официальной инфрографике от... А, указано, все правильно. Planetary Researches постарались. Такой телескоп в прошлом году был выведен на МКС. Точнее, не в прошлом году, а в этом году был выведен на МКС для того, чтобы изучать там специальные светофильтры, которых нет возможности поставить на уже существующие телескопы. И нам необходимо точнее задать координаты астероидов, точнее знать состав астероидов. Вот эту цель, навигационную в большей степени, выполняет вот этот телескоп, доставленный на МКС. То есть, сама программа добычи полезных ископаемых астероидов, она рассчитана на 25 лет. Она включает в себя исследования и конкретные результаты. Хорошо. Firefly будет взять буквально килограммчик ресурса и привезет назад. Следующий корабль, Dragonfly, уже старикоза, повеселее, он привезет 150 килограмм. Ну, не топлива, а вот этого кусока астероида отколит и привезет. Дальнейшее мы уже захватим сам астероид, какой-нибудь небольшой, и привезем назад. Чтобы было понятно, один астероид диаметром в один километр содержит в себе около 20 миллионов тонн никеля, более 5 миллионов, ну, в зависимости от вида, да, то есть мы сейчас интересуемся металловидными астероидами, в которых много металла, а платины около 10 миллионов тонн, то есть солидно, согласитесь, много платины. И, естественно, когда такое количество ресурса попадет на Землю, вспоминаем Колумба, великие географические открытия. Что происходило? Появилось много золота в Европе. Золото стало дешеветь. Вполне вероятно, это одно из опасений, которые есть у бизнесменов. Как только у нас появляются большие гигантские запасы драгоценных металлов, редких металлов, они, естественно, могут падать в цене. Всем спасибо за внимание. По астероидам в меру своей компетенции постараюсь ответить на возникшие вопросы. У меня мучает вопрос. Причем здесь Сатурн? Сатурн далеко. И можно представить, лететь до Сатурна сколько лет, и сколько лет лететь и вылететь на обиту с Луной, да? А не лет, а часов даже, да? То есть, ну, разность расстояния. Естественно, ждать космический корабль с астероидом 30 лет или ждать его 5 лет. Имеет значение? Имеет. То есть, вот по расстоянию было показано расстояние до астероидов, подлетающих относительно Земли. Ну, как пример, можно было сказать Альфа-Центабра. Ответил? Хорошо. Есть еще вопрос? Да. Насчет вот темы, что астероид на Луну базировать, да, ну, в смысле, там... На орбиту Луны. Да, да. Это же, по идее, все равно приведет к какому-то смещению орбиты Луны, а мы от Луны сильно зависим, там, все эти приливы, отливы, туда-сюда, авитация, это тоже будет проблема. Я думаю, этот вопрос обсуждается, и если мы возьмем яблоко и возьмем Землю, кинем яблоко в Землю, конечно же, яблоко влияет, импульс, который мы передаем, он передается Земле, но вопрос в числах. Я понял, я просто соотношу массу астероидов и Луны, так что вопрос... А, еще один момент, вы натолкнули меня на мысль. Один из проектов, который поддерживается Planet Researches и Европейским космическим агентством, заключает в следующем. В 2030 году ожидается, или 20-м, я точно не помню, ожидается, что к Земле подлетит очень большой астероид. Поэтому часть исследований на управление астероидом завязана также на безопасность землян. Почему? Ну, нового ледникового периода там не хочется, да? Соответственно, если мы на подлете к Земле научимся отворачивать этот астероид, а если он еще интересный и вкусный нам по содержанию металла, выводить его на лунную орбиту, это будет отличный плюс. То есть нам сам... Ну, вот мы сидим, да, сидим, нам прилетело золото, мы только должны его взять в корзинку, корзинку должны сплести, да? Ну, сплетем корзинку, будет все хорошо. А если он влежится в Луну? В Луну? Да. Они часто это делают. Они часто делают, но это будет лучше, чем он влежится в Землю, однозначно. Но он может сместить Луну с орбиты? Да, может. Поэтому эти расчеты ведутся. И до того, как запускать атомную бомбу, бросать на Землю, люди сначала делали испытания на... Ну, мегатонную, да? Люди сначала делали на вот таком кусочке маленьком испытании, да? Аналогично на орбиту Луны. У нас пока нет мощностей таких космических кораблей, чтобы выводить гигантские астероиды, да? То есть в любом случае это опытные астероиды, там вот 150 килограмм первый астероид будет. Потом будет несколько тонн, да? И постепенно, научаясь управлять, рассчитывать, уточняя расчеты, люди будут уже точнее делать это. И вероятность столкновения с Луной, с Землей будет минимальной. В дальнейшем планируется выводить уже на земную орбиту. На земной орбите какой еще нюанс? В случае человечества пока находится на этапе войн, к сожалению. Поэтому представьте себе захват астероида с орбиты и запуск его с гигантской скоростью на нужный мегаполис. То есть, ну, чтобы убрать и этот момент в том числе, я подозреваю, большинство исследований направлено на то, что лучше пусть они будут дальше. Ну, фантасты многие, Лукьяенко писал, когда Землю бомбардировали астероидами с Луны. Луна – сровая хозяйка, у него есть произведение. Тоже интересно. Вопросов нет? Есть еще один. То есть, в основном, это введение астероида именно в орбиту. А вот таких проектов, ну, чтобы на самый астероид, там, пояс астероида, например, там, запустить, уже там шахту образовать, а материал оттуда… Ну, будем считать. Если мы должны сто раз с чернаком потратить топливо, чтобы чернак долетел до астероида, или мы должны один раз потратить топливо, чтобы привести астероид? Ну, один раз лучше, чем сто раз, правильно? Ну, может, топливо, которое понадобится на приведение астероида, по сравнению с какой-то частью металла, например, самая… Большинство… ну, в данном случае… В том числе, за счет отсутствия сопротивления воздуха, его просто нужно неспешно толкать, толкать, толкать. Более того, он движется гигантской скоростью, то есть мы должны просто немножко его сменять направление, да, и потом в нужный момент затормозить. Ну, да. Тут, мне кажется, ну, интуитивно, кажется, можем посеять расчет поделать, конечно, но интуитивно, мне кажется, что, так как исследования ведутся, они более дешевые. Ну, вот представьте, да, машины сгонять сто раз или сгонять один раз, ну, бензин жалко, да, ну, то есть… Вопросов нету? Все, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ